Привет, ребята! Добро пожаловать на канал из России в Америку. Сегодня я хочу записать для вас очень интересное видео. Хочу взять интервью у знаменитого блогера, звезды Нью-Йорка, Андрей. Андрей, он ведет канал на YouTube, называется «Записки иммигрантов». Правильно, да, говорю? Видеодневник иммигрантов. Да, извиняюсь, видеодневник иммигрантов. И хочу вас познакомить с Андреем. Привет, Андрей. Всем привет. Привет из Америки. Привет из Нью-Йорка. Расскажи немножечко, о чем ты рассказываешь на своем канале. На своем канале я рассказываю о всем, что связано с иммиграцией. Я, когда переезжал, это было чуть меньше трех лет назад, я изучал всех возможных блогеров, которые рассказывали о жизни в США. Но они рассказывали о жизни, они ничего не рассказывали о переезде. Я, ну, такие банальные вещи, как перевести вещи, там, как купить билеты дешевле, когда их дешевле купить, какие нужно документы с собой брать. Ну, как-то такие какие-то все моменты, которые, оно вроде кажется с одной стороны просто, а с другой стороны можно упустить, а потом как-то отматывать назад будет проблематично. Вот. Ну, и как бы о таком, о таких вот нюансах я делал видео и делаю. Ага. Ну, то есть ты переехал сюда по туристической визе, я правильно все понимаю? Да, изначально я переехал по туристической визе, потом я получил рабочую визу типа L. Сейчас я подал документы на грин-карт, ожидаю грин-карт. О, здорово, поздравляю. Здорово получилось. То есть, ребята, все, кто хочет, всегда добьются того, неважно, какими путями, будет ли это, там, 2 или 3 года, но я считаю, что всегда можно найти пути легализации в США, я считаю, что это не проблема. Ну, Андрей, скажи, пожалуйста, почему ты решил переехать в США? О, почему я решил переехать? Потому что я не видел перспективы в родной Украине. Я не видел, причем я переехал еще до всех тех заварушек, что произошли. И я переехал в тот момент, когда Россия и Украина были очень дружны. А потом искусственно сделали, ну, произошло то, что произошло. Два народа сделали врагами, я считаю, это бред полный. Вот. И как-то я переехал, потому что не видел перспективы, я переехал, потому что, ну, совсем уже было тяжело. Совсем уже было тяжело вести бизнес, совсем уже было сложно платить, взятки давать и так далее. То есть я не видел никакой перспективы. Я смотрел на детей, и я хотел, чтобы у моих детей была лучшая жизнь, нежели она там есть. Так вот течет, просто течет, ты там просто живешь. С дня в день ты ожидаешь, да, ну, по-разному, да, но ты живешь в ожидании чуда. Я устал ждать того чуда, я решил это чудо сам себе, сам себе тяжелым трудом здесь добиться этого чуда. И скажу, что уже прошло где-то, наверное, первый год был самый тяжелый, очень тяжелый. Потом уже намного все проще. Из какого города ты переехал? С Киева. Киева, да. Ясно. Ну, не жалеешь ни капельки о том, что он переехал. Или иногда такая тоска по родине бывает? Ты знаешь, с современной коммуникацией это вообще не проблема. Я общаюсь практически каждый день со своими родными, со своими друзьями. Да, есть расстояние, да, не так часто ты видишь своих друзей. Поначалу мне было очень сложно, потому что у нас была с друзьями традиция, мы каждую пятницу собирались. И жены нас не трогали до утра, до субботы. Вот. И как-то этого не хватало. Но, с другой стороны, я понимал, что все, что происходит здесь, в США, оно к лучшему. Оно к лучшему нашей жизни с супругой, к лучшему наших детей. Ну, вот все-таки, проживя в Нью-Йорке три года, да, я правильно понимаю? Практически три, да. Да, возникали мысли переехать куда-то в другой штат? Потому что я знаю, что Нью-Йорк достаточно дорогой город, жилье там дорогое. Тут не проблема в жилье. Проблема в том, что это мегаполис. Я переехал с Киева, Киева, конечно, намного меньше, но мне здесь нравится. Мне это все движение нравится. Конечно, если люди переезжают с городов поменьше, для них Нью-Йорк, конечно, поначалу... Это действительно шок, потому что много времени уходит на то, чтобы втянуться в эту жизнь. Вот. В этом плане проблем нет никаких. Просто хочется иногда вот этого, с этого муравейника, хочется, чтобы убежать куда-то потише, поспокойнее, чтобы было. Я бывал во Флориде, мне очень там нравится. Возможно, в будущем мы туда переедем. Вот сейчас как раз в декабре планирую туда на две недели поехать, чуть отдохнуть. Вот. Был здесь, в округе очень мне здесь нравится. Здесь есть тоже горы, красота. Ну, потише как-то и поспокойнее. Сказать, что однозначно, однозначно сказать, что я уеду с Нью-Йорка, перееду, я пока не могу. Очень еще много таких моментов, которые мы ожидаем. И полной легализации, чтобы уже иметь грин-карт, как минимум, на руках. Как-то, ну, как-то, ну, так, со временем посмотрим. Но я не исключаю, возможно, переедем. Ну, как сразу у тебя получилось найти работу после переезда? Если ты приехал, то есть по туристической визе, то есть у тебя не было разрешения. Какие пути, где ты искал? Каких-то знакомых, чтобы тебе помогли как-то устроиться на первое время? Изначально я приехал уже на готовый бизнес. То есть я в свое время, когда я приезжал в США, как турист, я зарегистрировал здесь компанию. И компания по чуть-чуть, по чуть-чуть начала работать. Я уже на тот момент, когда я переезжал, она уже была действующая, у нее были уже обороты. Ну, скажем так, обороты, чтобы оплачивать квартиру и какой-то минимум на питание. Вот этого мне хватало. Все остальное уже потом начал здесь по месту развивать. То есть, ну, грубо говоря, я себе и есть работодатель. Если не секрет, в какой сфере? Изначально это была оптовая торговля. Оптовая торговля с другими странами? Да, да. То есть в основном это мы продавали в страны Азии. Товары из США в Азию? Ну, это длинная схема. То есть, вообще-то это очки. То есть это все, что связано с очками, брендовыми очками, с производством очков. То есть, когда я там сейчас слушаю некоторых людей, которые рассказывают об этом бизнесе, там, ну, блогеров разных, я чуть-чуть смеюсь, потому что я знаю это все подноготно, и как-то меня это все удивляет. Как можно рассказывать о том, о чем вообще не соображаешь. А потом это строительство. Я сейчас конкретно занимаюсь строительством. То есть мы делаем то же, что делает твой муж. Ну, это очень выгодный бизнес, если знать, как это делать, то... Ну, мы только начинаем, мы только начинаем, но я тебе скажу, что пока мне это устраивает. Ну, ты заметил какую-то разницу между ведением бизнеса, допустим, в Украине и ведением бизнеса в США? Ну, я понимаю, что это как-нибудь земля, но вот какие-то особенности можешь выделить? Наверное, отличается все, полностью все. И конкуренция, и правила ведения бизнеса, и налоговая система. Те же сотрудники совсем по-другому, ну, относительно по-другому относятся к работе. Как мне кажется, здесь более люди, если это американцы, они более ответственные. Хотя тут тоже такое дело, если ты даешь какую-то слабинку, и люди тоже расслабляются. Не без этого. Ну, как мне кажется, намного проще. Законы просты, понятны. Заработал, плати налоги, никто тебя трогать не будет. Наоборот, тебе будет государство помогать. Не так, чтобы оно будет бегать за тобой, а типа, держи помощь. Оно как-то намного все проще. Да, оно способствует, если я не ошибаюсь, то первый год или полтора, если ты регистрируешь корпорацию, то тебе как-то особо на налоги, на оплату налогов тебя не смотрят. Все зависит от штата. Все зависит от штата. В каждом штате какие-то свои особенности и разные ставки, и все абсолютно разное. Да, потому что штат от штата очень сильно отличается. Законодательство другое, налоги другие. То есть все может быть по-другому. Ну, еще один вопросик хотела задать. То есть больше ты общаешься в основном с русскоязычным населением, или все-таки получилось у тебя найти друзей среди американцев? Больше общаюсь, конечно, с русскоязычными, только по той причине, потому что у меня канал, и много ко мне обращаются людей, которые приезжают. Но я точно так же и общаюсь с американцами, и не только с белыми, а с чернокожими. И есть какие-то отличия свои. Но все зависит, наверное, от человека. Есть очень приятные люди. Что ты хочешь пожелать нашим телезрителям в завершении этого видео? С умом, ребята, с умом. К всему подходите с умом. Интересуйтесь, не жалейте инвестировать свое время в саморазвитие, в какую-то получать информацию. Смотрите разных блогеров. Читайте, если вам английский позволяют, официальные источники. Ну, как бы информация – это то, что она очень важна. Мы, к сожалению, в наших странах, мы недооцениваем информацию. А здесь, когда ты переезжаешь сюда, ты понимаешь, что, имея информацию, ты можешь иметь. Очень много, да. И чтобы узнать всю эту информацию, переходите на сайт, переходите на YouTube-канал Андрея. Подписывайтесь на его канал, смотрите, задавайте ему вопросы, которые вас интересуют. Ну и спасибо всем за внимание. До новых встреч. Всем пока. Спасибо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok